Ну, типа, вы там пати, и там у вас там героический мод какой-то, и там ты, ну, типа, обязан, типа, присутствовать, иначе ничего не получится. Такие дела. Ну что ж, теперь мы знаем все о Вове, и можем приступать, наконец-то, к матчу, наверное, самому интересному матчу из всех, что были на данный момент, потому что матч Fnatic Alliance толком ничего не решал, а этот матч решает, и решает очень много. Решает, кто упадет в лузера, кто будет играть в свитчи гейминг, и у кого будет больше шансов в итоге выйти в финал, больше возможностей. Сразу бан Байна, бан Элдера Титана, очень необычный бан, видимо, Нави хотят, делают себе задел на пик лайфстиллера, немаловероятно, но сейчас он может улететь в бан вполне такими темпами. Посмотрим, как будет играть Сигма, ну, они любят играть 2-1-2 линии, это не секрет, но не всегда это хорошо у них получается. Нави это должны знать, они должны понимать, что так Сигму против них играли уже не раз, но понимать это одно, а играть это другое. И в игре можно сделать... Так, это минус лич, и это лайфстиллер будет. Я практически в этом уверен, но посмотрим, может быть и нет, может быть Пупей заберет себе какого-то другого героя, например, ЦМ-ку, он просто ее обожает. Ну и Пупей размышляет, размышляет, что же мне взять? Абадон. Короче, знаешь, я тебе точно скажу секрет. О, это Висп. Точно тебе скажу секрет. Короче, Пупей точно не возьмет волка, потому что если Пупей возьмет волка, то хвост лебнет из игры. У них такая договоренность есть? Да. Хвост сказал Пупею как-то раз после какого-то турнира. Так. Что же он сказал? Клокверк и визаж. Ответ такой ощущение, что Инесса отвалился. Да, так и есть. Агенты Нави запретили говорить Инессу, что же сказал... Хвост. Все. Уже выехали. Ну что ж, ответ более чем солидный от Сигмы. Как раз забрали своего Клокверка, он идеально подходит под их стиль. Плюс визаж. Может быть, будет позже Абадон, пока не ясно. Что будет брать Нави? Так, Инесс вернулся или нет? Нет, не вернулся. Кристал Мейден. Нави's turn to ban. Какая-то разведка Нави. Ладно, ждем мы, в общем, Инесса. Он наверняка, как только, так сразу орвется. Не знаю, может быть, у него там код. Да, он и из игры отвалился. Что-то с интернет. Может, его задудосили. Абадон отправляется в бан от Нави. Понимают они, что Сигма это очень любит. Ну и сразу же бан Тинни, с которым Нави как раз-таки играли против Сигмы. Ждем мы какого-то героя к Виспу. Ну, вообще, это может быть Джаггернаут, может быть ЦК. Всего не перебанить. Ну, наверняка Сигма недовольна баном Абадона. Клокверк с Абадоном, конечно, могли бы постоять на лайне. Что-то интересное показать. Висп вернулся. Да, Висп вернулся. Абадон забанен. Все отлично. Инесс аж вылетел. Из-за Виспа? Он... Он релокейтался. Он нам рассказывал, что сказал Хвост Пупею, и на самом интересном месте вылетел. Про какую-то историю, когда Хвост запретил Пупею пикать Ликана. Да. Ну что, будет это Челс Найт или не будет это Челс Найт? Опа, сюрприз. Лайфстиллер от Сигмы. Какого героя выберет, как думаешь? Я думаю, при пике Лайфстиллера это будет скорее какой-нибудь Стелс Ассасин, что-то из этой серии. Джиггер наут. Ну или что-нибудь в этом роде, или Джаггер какой-нибудь, да, Стелс Джаггер. Вообще, пикали Тинника с Виспом в прошлый раз, и это вполне неплохо заходило. Тинника с Виспом я помню, они как раз Фёст Блад быстренько. Пупея спрятался там на Майданке, забрали Фёст Бладик. Пока что это Пак. Ну они будут выбирать героя до последнего, мне кажется, за хвосту. Будут смотреть, кто у них там чё. Может, того же Челс Найта, в принципе, заберут, если не будет слишком крутого спама, чтобы по иллюзиям не толпило. Ну что, Челс Найта, этого Лайфстилера покрошит потом. Ну что, да, какие у тебя, какие твои ставки? У Сигмы, у Сигмы на редкость сильный пик в лаите, то есть вот такое, чтобы у них был прямо сильный кэрри, сильный саппорт, ну и сильный инициатор, то есть Клоквер, Квизаж, Лайфстилер, такого давно. Обычно они набирают какой-нибудь такой вот, какой-нибудь трошачок, Абадон, какой-нибудь Баунти Хантер на кэрри, что-то такое. Но здесь вот, в принципе, тоже все те же достоинства этих героев сохраняются, то есть они достаточно агрессивные, они могут рано драться, но при этом они ещё сильные в лаите. На мой взгляд, это для них большой плюс. Но пока что на Ави хороший пик. Ох-ох-ох, Деваврор, не забанили. Да, ну просто Сигма отличный пик. Теперь паку на лайне особо не постоять, это нужно куда-то отправлять пака в хард. Фанни, кстати, уже играла не раз на хардлайновом паке. А дабло сейчас не постоишь против Девавра, потому что нет вот этого станчика. А, нет, ну просто Разором сразу катрилили Девавра, да. Причём можно ещё и Лайфстилера неплохо катрить. Но действительно, в таком случае пак идёт у нас на хард. И никак иначе. Непонятно, что они вообще тут сейчас придумают. Поставить... Они, знаешь, как могут сделать, смотри. Пупея, как упея в мозгу, всё это крутится. Поставить пака в хард. Хвост будет играть на Разоре в меде с каким-нибудь, с Виспом. Висп Розор Мейден будет и так, и так в лесу стоять. Висп Розор в меде, пак Изи Лейн. И вот сейчас какого-то героя Фаннику завозьмут. Вот так вот это более очевидно, потому что... Хвост не будет на паке. Ты... А, хвост на Разоре думаешь? Ягу на Разоре в меде будет играть вместе с Виспом. Скура. Пупей на цемочке. Фанник. А, Дэнди на паке в лёгкой. И Фаннику сейчас хардлайнеры. Но это интересно. Перекручивают линии. Причём хорошо всё сделали в плане именно ОД. Отдали ОД, но имели пик ещё один в запасе. И как раз-таки забрали Разора. Ну, линии команды Сигмы выглядят пока неплохо. То есть, в любом случае... И также могут сейчас перекрутить Сигмы линии. Они могут поставить просто... ОД. Да, ОД в лёгкую. Ненуждающую в фарме Клокверка в мидл. И послать триплу на хардлайн против пака. Просто отжирать этого Найкса. Также на фрифарме будет стоять отжираться. Могут намутить две даблы. Могут, типа, Найкса с визажом оставить в топе. Также будет стоять... Ну, и на фрифарме этот Найкс. Визаж чуть погоняет этого пака, пока ЦМку фармят в лесу. И возьмут сейчас суппорта какого-то ещё одного. И отправят его с Девавером вниз. Чтоб, ну, вот, героя Фаннику... Не имело вообще никакого смысла там стоять. Будут гонять просто. Сейчас посмотрим. Просто не знаю, что у капитанов, в принципе, в голове. В три даблы, говорят, будут играть. Короче. Ты нам так не смог рассказать, что произошло с Хвостом? В смысле? Что он сказал в итоге? Сейчас я расскажу. У меня просто ком повис, но он вовремя повис после того, как я загрузился, и это было здорово. Иначе я был бы чмом. Нет, баг и баг идёт в храдлинию просто. Так, в смысле? Смайл может рассказать, наверное. Мне кажется, он тогда играл ещё в Na'Vi. Как раз-таки в тот момент, когда я пикал волка, а Хвост просто сказал, типа, пупей, ты ещё раз увидёшь волка, я просто играть не буду в игре. На этом волк закончился. С тех пор нет волка, да. Ну, потому что Хвост вполне серьёзный, как бы. Мне кажется, просто если он увидит волка ещё раз, то он просто финить будет в игре специально. Там волк уже до жёсткого доходил. Он именно уже... Там самые жёсткие волки были. Он был и с топором, и с ботлом. И ещё что-то там такое вымучивал. Ну что ж, Хвост играет на Разоре, Куроку на Веспе, Пупей на ЦМке, Дэнди на Темпларке и Фаник на Паке. Сигма, Сокс будет играть на Лайфстиллере, Мигель на Клокверке, Пас на Визаже, Фата на Диваурере. Интересная у него, кстати, маска. Короче, ничего не будет менять, Будут играть... Играть, короче, будет просто обычным дефолтом, Просто Пак будет стоять в Харлине. Это Na'Vi. А что продемонстрирует Сигма? Будет ли они что-то... Таким же дефолтом будут играть, Просто по никам, И... Всё будет абсолютно то же самое. Фата в медиа на... На... Диваурере. Они просто тоже смотрят на... Может, здесь будет агрессивная 3+, С Висфом ЦМкой и Разором, нет? Может быть, кстати, да. Троём останутся. Тоже вполне возможно. Другой вопрос, что ты, конечно... Да, и Фаник в лёгкой, Но потому что, не, нет, Это тупо, всё правильно. На Харлине пойдёт Na'Vi, Потому что, ну, как бы Паку тухло стоять на Харлине. Мигель будет играть против Фанико. У Мигеля Клокверку Фанико Пак достаточно... Ну, достаточно комфортной линии Для того и для другого В разной степени, безусловно. Но Клокверк сможет взять свой определённый фарм, Что у Фанико по закупу? Да, у Фанико не особо такой жёсткий закуп, То есть, купил себе статов, Но не более чем. Будь здоров. Кто? В медиа... Ну... Кто-то... Это не я чихал. И не я, кстати, слышу, кто чихал. Серьёзно? Да. Да вы обманываете меня, кто чихал. Да ладно, ладно. Это девушка моя. Спасибо тебе от неё. Тогда будь здорова. Я думал, ТНС убежал просто в другой конец комнаты И оттуда. Ладно. Поехали дальше. Дэнди. Садится в купол. Не по своей воле, естественно. Купола. Ну, вообще, там Пларка нормальная. Должна стоять на хосте Висп. С Алхимиком хочет драться. Нет, не хочет драться. Виспом очень тяжело драться. Алхимик заряжает банку. Серьёзно? Выходит. Лукаут в Розора. Розора бьют. Отличная нова. Ну, просадили на пол хп. Правда, не более чем. Атакуют пасса. Замедление в лайфстилер. Высосал немного дамага. Отличное замедление банка. Не хватает, не хватает. Маны пассу. Ой-ой-ой. Хвост. 17 хп. И ФБ на хвосте забирают пасс. Боже мой. И пасса тоже забирают. Да, пасс отъезжает в итоге. Ну, хороший размер пасса. И Факин Мэтт тоже может отъехать. Отлично играют на Ви. Забирают до конца. Ещё нахарасили там как следует сокс. Он до сих пор первый левел. Здесь уже почти третий висп. Хорошо поменялись на Ви в итоге. Слишком много потратили на убийство хвоста. Не смогли отступить. Хвост, кстати, немного потерял. Ну, понятное дело. Он больше дал, чем потерял. Он дал ФБ. Это единственный такой минус. Но всё-таки два героя. Здесь очень важно по ХП как следует отстоять. Лайн у Нави очень сильный. Лайфстилеру там крайне тяжело. Против трёх рейндж-героев. Ещё и сейчас... О, боже, Мигель. Мигель сильно достаточно рисковал здесь. Ну, нет. Он выживет спокойно. Отхиливается спокойно. Фласочка. И Фаник его неплохо пробил. У Фаника 9.1 крипстат. У Мигеля 4.0. Пока что Нави начинают очень и очень неплохо. Висп возвращается. Третий левел ЦМка и почти третий Висп. Да, по левелам всё замечательно. Начинает отводить пас. Лайфстилер без фарма абсолютно. Ну, правда, взял себе третий левел. Алхимик второй. Ну и пас возьмёт, наверное, тоже третий на этом отводе. Если не будет ему никто мешать. А мешать ему никто не будет. Потому что линия отпушена. Да, у Розор 9.4. У на Х1.0 вообще по крипам. Так, ну, не подойти никак против трёх рейндж-героев. Даже ты там рейдж включай, не включай. Отхиливайся, не отхиливайся. Просто Висп сделай тычку. ЦМ и Розор. И тебе уже плохо. Тебе уже больно. Хвост покупает стики. Да тут всем вообще стики... Сам Бог вилял. Прописать, потому что... Прописать. Купить, потому что будет много драк. В любом случае. Если их даже не будет начинать Сигма, то их должны начинать Нави. Поставлен вард. Заблочили отводы. Видит Алхимика. Нова. Заберут Кентавра. Получится за него экспу. Хорошо, всё. Замечательно. Нави покупает ботинок себе Сокс. Без ботинка здесь крайне тяжело. У Мигеля тем временем на топе 7.0. Против 14.6 у Фаника. Да, пока что... Ну, я не знаю. Нави очень мощно ведут. Только на миде сохраняется такой нейтралитет. Но, в принципе, это... Это тоже не есть хорошо для Сигмы, потому что у них-то Деваурер, который должен мид выигрывать вроде как. А это у него не получается. Ну, по-хорошему, у Денди скоро не будет маны вообще на рефрекшн, и тут ему будет тяжело. Ну, да, но это мид на всех остальных линиях. Притом ситуация просто замечательная у Нави. Ну, начинает, правда, фармить лайфстиллер. Как-никак тут линия ходит в разные стороны. Виспует с Эмки, подставляться не очень хочется. Денди может убить Фату. Нет, Фата спокойно уходит. Если подкачь занервничал, спиратал сам себя бы, то убил бы. Психонул бы. Летит бутылка Фатия. Еще одна бутылка в куре уже находится. Полетит она сейчас Мигелю. Да, Мигель страдает. Очень ему очень нужен бутл, потому что ему фаник на левел опережает. Странно, кстати, что так Мигель-то проседает. Что-то странное получилось тут. Пошли Нави контролить ДД, напали там на хвостах, хвост ушел. Кинули с балкона в Пупея банку. Ну, Пупея, естественно, тоже ушел. И к уроку сейчас будут забирать Деваврера. Ну, пытаться забирать Деваврера. Пытаться забирать, но, в принципе, тут не так много ХП, просто его Висп может очень жестко надамажить. Пытаются зацепить. ДД есть у Денди. Да, это минус Фата. Какие плюхи. Правда, проблема там и у Куроку также. Замедляют, хорошо, к Уроку должен уходить. Он сейчас с тычкой все ХП убивает. Бам-бам. И у Паса. И у Паса проблема. Нет, Паса, наверное, не уходят. Да, Пас уйдет, потому что это кулдаун у Пупея, на скиллы. Ну что ж, отлично, опять Нави действует. Тем временем, Пак ставит ультимейт. И, кстати, тут еще Фаник может погибнуть в итоге. Нет, смотри, Фаник хорошо уходит. Фаник уходит, пивается из ботлов, вылетает сюда Факин Мэтт, но ничего не может сделать. Снизу, тем временем, Лайфстиллер получал очень больно от Разора. У него 8 крипов, у Разора 21. Ну, если игра продолжится в таком темпе, то у Нави просто прекрасный шанс. О, Факин Мэтт, себя может сейчас убить сверху, смотря нет. С Ласочкой аккуратно отхиливается. С Ласочкой похилился. Но урона он себе нанес действительно очень много. Фейзы мы видим у Темпларки. 17 крипов, но один фраг впереди, она надевала. Ой-ой-ой, как глупо, Сокс подошел, зачем-то взял вздох. И Пас тоже умрет, конечно. Ну, Пупея он убивает, сам живет. Еще один выстрел, уходит от Хвоста. Да, но это была ошибка. Да, зря он тут пытался что-то смонсовать. В любом случае, Хвост бы его убивал с помощью Плазма Филда. И это 7-3 в пользу Нави. Да, пока что этот матч проходит достаточно уверенно. И никакой интриги нет. Не, ну Нави, видишь, собрались сразу. Понимаешь, что тут нельзя разгоняться по 3 дня на таком турнире. Надо сразу. Да, очень хорошо они выглядят на своих лайнах. Прямо все продумали пик. И, ну, очевидно, переиграли. Так, Виз будет влетать за Соксом. Да, ну Сокс здесь очень тяжело. Ему приходится, он пытается грызть Висба, но урона-то нет. Там урон уже, да, там уже, он 58 плюс 198. Он просто с 3-й присоса. Разор высосал очень много тем временем. Нападение на Фату. Фату уйдет, да, Фату уходит. У Фаника уже нет ультимейта. Ну, Нави прессуют по всем линиям. В принципе, им даже не обязательно что-то делать на лайнах, чтобы создавать агрессию. И у них сами лайны такие очень хорошие. Так еще и бегают два саппорта нон-стоп. Пытаются гангать. Пупей взял второй фростбайт, вторую ауру. Факин Мэтт здесь же. Видят Факин Мэтта. Факин Мэтт может отъехать. Ой, как хорошо. Панка, Солас Самшин, Факин Мэтт. Используют стики. Прячут его у ульди в ауру. И Пупей тоже умирает. Да, Пупей тоже умирает. Это два в ноль. Отыграли, да, саппортов. Это в стиле Virtus.Pro был ганг сейчас, когда два саппорта идут куда-то непонятно куда. Ну, в принципе, два саппорта пошли загнобить. Оказались там на миде почему-то все игроки Сигмы. Ну, Сигмы сейчас немного прижаты. Вот они тут и оказались. Ждут они агрессии, собственно. Вот и агрессия, которую они ждали, она, собственно, и пришла. Сокс фармит Лисани от хорошей жизни. У хвоста все просто замечательно. На самом деле у Нави все хорошо. Но тут такой есть момент, например, Пасс. Он так как-то удачно во всех киллах поучаствовал. И у него шестой левел уже есть. То есть, седьмая минута у суппорта шестой левел. Это неплохо, очень неплохо. У него птицы эти на черри, вот они тут летают. Сейчас будут доставлять неприятности. Самая проблема, что у Сокса вообще ничего нет. Да, это Сокс. Ну, блин, Сокс в этой команде вообще выглядит... Ну, Сокс и Пасс. Не то, чтобы слабым звеном, но как-то вот... Сокс и Пасс, я говорю. Просто, ну, в этой игре ему сложно что-то предъявить. У него лайфстейлер против такой триплей, против которой ты ничего и не нафармишь. Другой вопрос, что он умер, по-моему, пару лишних раз. Разора будут нападать. Видят виспам. Да-да-да, тут можно было бы, наверное, напасть не на Разора, а как раз и на виспам. Ну, конечно, Разор слишком толстый, у него уже щиток есть для фастмеки. Виспата убить сам Бог велел, какую-нибудь цемочку там. Ну, виспа, видимо, не заметил. Изначально Дэнди опять сажают в купол. Дэнди 28 крипов, у Фаты 29. Ровно идут пока что соло-мидеры. Никто особого преимущества не имеет. Но вот за счет фрага, конечно, Дэнди взял эти фейзы и все-таки чувствует себя достаточно неплохо. Не удается Девавреру переформить его. Так, кто-то куда-то полетел. Это Пупей. Пупей ушел с лайна. Ну и здесь, на самом деле, втроем-то здесь очень сильные. Алхимик плюс Лайфстиллер плюс Визаж. Ну, Визаж уже с птицами теперь-то точно они тут сильные, потому что... ЦМка очень хорошо могут сейчас принять. Мигель что-то мучит, какие-то мутки непонятные. Да, это очень странный был мув. Действительно. И умрет сейчас, конечно. Умирает Мигель. Но он не ожидал того, что ЦМка придет. Не было совершенно инфы. Но это вот уже командная ошибка. То, что не было инфы, что ушла ЦМка. Это, в принципе, должны были видеть. И должен был Мигель понимать, что там находится Кристалмейден. В итоге полез на Пака. В принципе, Пака бы... Но снизу за это грамотно вовремя разменивают. Ну, то есть, поняли, что ЦМки тут нет. И на Пале убили Виспа тоже. Да, достаточно уверенно. Я, честно говоря, даже не заметил. Пока ты говорил, я смотрю, тут вроде все живы. Оказывается, тут уже Висп отъехал. Да, Дэнди, правда, птичку одну хорошо смел, да, так вырезал. С одной птички он ее убил вообще. Подфитил Кура. Ну, там сверху у Фаника... Сейчас он здесь пушку эту заберет. Даггер. Да, у него даггер. Тут вообще у Фаника топовый крип-статус. Он тут реально очень хорошо себя ощущает. Да и килл-стат тоже неплохой. Два килла, 1800, есть ПТ-шка, есть бутылка. И сейчас уже будет даггер с ПТ-шкой и с бутылкой. Ну, это как из лучших традиций с мида выйти. Сделать пару киллов и забрать такой... Просто перефармить мидера какого-то вражеского. Ну, да, да. Ну, и считать то же самое, как мид, не мид. Только так же стояли один на один, так же перефармили. Пак, конечно, здорово, выкрутили все по итогам. Так, смотрим на Мигеля. Мигель видит темпларку, он начинает... Ну, понимает, что темпларку-то очень тяжело будет убивать. Тем более, рядышком находится Crystal Maiden. Но даже если бы не находилось, просто уходит в инвиз. И потом тебе еще может прописать пару атак, с которых тебе приятно-то не будет. Лайфстилер покупает фейзы, у Розора тоже фейзы. И замедляют Розор, начинают грызть. Что-то очень странное. Я не знаю, чем он хочет грызть вообще. Да, и убивают. Это так нормально, да. Да, так нормально, но правда умирает. Все равно визаж, потому что у Розора просто был урон. Я не знаю, наверное, плюс 200. Он такие прюхи уже выписывал. С Дайгером, пак? Странно играет Сок все-таки. Я не знаю, но как только Розор начал у него грызаться, он был просто убегать. Сесть в крипа можно было. Ну, он и из крипа высасывает. Да, из крипа высасывает. Он из шифта высасывает пак. Он откуда угодно. Нельзя спастись, только на рейнш выйти. Да, это интересная тема. Все остальные варианты не работают. Исключены. Ну, кстати, между прочим, могут сделать такую штуку, чтобы Найк смог в криппак. Когда в него залезаешь, чтобы у него не высасывали. Такой будет баф. Ну, это было бы логично. Это будет такой баф этого противостояния. Мигель дал инфу. Запалил, короче, ракетой Фаника. Дал инфу, что Дайгер есть у пака. Да и все, теперь дал инфу. Пака 10-й левел. Дайгер в ПТ, банка. Все отлично. Да, он, наверное, самый вообще сильный герой сейчас на карте. Ну и, в общем-то, этот пик он вообще сделал очень много. Мало того, что он сейчас самый сильный, может много чего сделать на карте, так и сам по себе пик пака он поставил в некоторый тупик. Взяли ОД, а в итоге получили ОД не против пака, а против Темпларки. И все вообще печально. Триплу сильную, с которой ничего не могут сделать. У Розора уже Мека, и теперь его вообще непонятно, как убивать. Потому что в прошлый раз с Меккой бы его не продамажили бы. Визаж выходит, видит Веспа. Ой-ой-ой, хорошо сажает фамильяров, но сейчас этих фамильяров расстреляют. А до новых еще 80 секунд. Ну, хотя нет, у Хвоста как-то маловато урона. Что делает Визаж? Боже мой, без урона начинается драка. Мека, от Хвоста уже заюзал, очень рано заюзал Меку. Убивают пака, здесь же... Убивают Визажа, здесь же пак. Минусуют Клокверка, Хвост все еще жив. Под оверчарджем пытается бить его Алхимик, но это была ошибка. Мягко говоря, ульта от Дивауэра не входит никуда, но это провальная драка. Минус 2, и это еще не факт, что этим все закончится. Да, подходит Дэнди. Хорошо, фамильяров посадил, но... Но все равно Дивауэр должен умереть. Да, Дивауэр умирает, и последний оставшийся Факин Мэтт. Его просто пупей замораживает в лесу. Куру! Куру! Ты посмотри на этого Факин Мэтта, он реально пешеный. Да, Факин Мэтт. Факин Мэтт может еще умереть, Пак умирает, Пак, лоу. Ну, как-то выкрутились, более-менее хотя бы. Факин Мэтт слишком дорого стоил, как-то по итогам. Разор, Рейдж начинает высасывать дыма, но забивается. Кстати, могут... Нет, не убьют. Да нет, по-эстерному призраку, он еще может в крипа влезть. Так что... Битл смог, кстати, он сейчас... Не, ну, сильно Нави доминирует, сильно... Да, тут очень мало аутов каких-то, потому что по факту нету ни одного героя, который мог бы что-то поменять. А у Нави, ну, любой герой он может просто уничтожить. Там и Разор может въехать очень больно, и Темпларка... Вот только вот Рошан, вот это вот навешенное любимое занятие, забирать Рошана, когда все кругом живые. Помнишь ту игру, да, как раз где-то стрела от Мигеля, забранный Айегис? Ну нет, здесь, мне кажется, не совсем та ситуация, здесь можно. Ну да, да, ситуация по лайтове, но все равно, если сюда придут... Доклер, ультует, ловит Сайленс, у Фата проблема, Фата сейчас может умереть. Там у всех проблема. Нет, Фата ловит Стан, последний удар именно с Фата. Да, и... Отвлеклись от Рошана прям, ну, все кроме Денди. Ну это совсем печально, пытаются убить Виспа, и даже Виспа убить не могут, здесь уже о чем можно говорить, сейчас потерять еще фамильяров, да, теряет фамильяров, Денди продолжает тем временем убивать Рошана вместе с Пупеем. Хвост на Кураже, Куража тут все. Нет, ну это было очень уверенно. Хорошо, Нави начинает турнир, судя по всему, выиграет, но и будет интересно сейчас. Вот мне очень интересно будет посмотреть, как ВГ-брот на Нави будут готовы. Да, как раз самая такая вот игра долгожданная. В принципе, можно даже не расстраиваться, что здесь чего-то не получилось, тем более, что... Ну, как бы Сигмы очень сильно проиграли драфт и расстановку по линиям, даже... Ну да. Не, ну это БО-1, как бы, такая вещь. Действительно, ты проигрываешь просто драфт чуть-чуть, и все. Ой, подблочил Клокверк, сел в Клокверка, хорошо. Алхимик врывается, не успевает выкинуть банку. У хвоста проблема, но у хвоста через 7 секунд откатит Мека, да его еще тут не убить. Блочит Крип, блочит Деваврера. Пак врывается, убивает Деваврера с Айленсом, Мека. О, это Мека зашла. Да, на все КП. Вместе с виском подверчают. Мне кажется, ГГ сейчас напишет. Напишут французы по-любому. Можно писать ГГ уже, потому что... Нави вот такие игры Нави уже, в принципе, теоретически даже не проигрывают, когда они уже просто бегают и убивают людей везде. Я думаю, ни одна команда такие игры уже не проигрывает. Нет, куча команд таких игр проигрывают, но вот Нави как раз-таки там, такие игроки, их там много. Хвост, Фаник, Дэнди, да в принципе, да и все остальные, именно они умеют задавить, додавить. То есть когда уже почувствовали кровь, так скажем, уже не отпускают. Шакалы. Они уже, да, они уже из этого леса, ну, как бы вообще отсюда уходить не будут. Ну, умрет кто-то один, там, два, может умереть, но все равно. Да, никогда не будет такого, что Нави сейчас переместятся в свой лес, но что-то уфармить и дадут какое-то пространство вообще сигме. Все, Нави только теперь будут тут вот где-то ходить вокруг этих всех товаров, этого леса кругом здесь. Да, сейчас Пак будет в наглую прыгать, просто скидсайл, садовать уходить. Ну, просто не давать, даже Нави как сформить, полхпм будет снюху снимать. А и Висп с Медасом будет, сам понимаешь, как иначе. Нет, ну, конечно. Серьезно говоря, Висп Медас купил Медасу. Да, я вижу, я уже обратил внимание, не стал даже ничего по этому поводу говорить, потому что, потому что не хочу. Клокверк не может сбить купея ульт, не может попасть в батареи, и в итоге уходит. Нет, его добивает Пак, остается последний, боже мой, хвост не попадает. Ой, Мигель там живет, боже. Нет, выжил он красиво, он сделал все идеально. Но, правда, его могли забрать еще 10 способами другими, что с ним и случилось, в общем-то, по итогам. Да, у Фанта даже Миги нету. Нижняя линия без шансов, на верхней линии, в принципе, Клокверк мог постоять, но Клокверк линию проиграл. На миде было более-менее, но пришли отлично саппорты, помогли загангать. И в итоге все, такая ситуация, в которой очень тяжело было как-то выправить. Они даже недавно проиграли, они именно эти линии проиграли. Не, ну я думаю, что на нижней линии там тяжело было. Хотя, в принципе, в Веспа можно было ворваться. Да. Но Клок так не должен проиграть. Ой-ой-ой, Разор уезжает куда-то. Клок не должен так Паку проигрывать. Да нет, вот тут, конечно, проблема, наверное, основная в игре, что именно Клок как-то проиграл. Потому что он вроде как действительно не слабее Пака, прям, ну, колоссально. Не настолько, да. Он не должен там на второй минуте чуть ли не умирать на ровном месте. А такое было. И Фаник-то мог еще его убить, еще сильнее Лайн выиграть. На самом деле. Там Мигель расконтролил. Ну, на нижней линии получалось печаль. На миде было все более-менее ровно, опять же, до этого ганга. Да и опять же, когда у тебя две линии настолько сильно проиграны, а мид стоит один к одному, это... Ну да. Это не есть круто. Ну и, в общем-то, Нави теряют Разора, это, конечно, очень неприятно. У Разора там был готов Аганим, судя по всему. Да, это пофигу. Да, он выкладывает. Я еще говорю, один, два сейчас будут умирать. Они так будут умирать сейчас часто, пока на базу не будут заходить. Да, может даже и не часто. Ну, типа, где стартал ульт, да, он убил, но у него сейчас сто секунд этого ульта нету, и за эти сто секунд Нави им сломают сейчас пол этой, пол карты. Хвост подходит с щелчком одним, добивает Тауэр. Забавно. Да, есть не крачи, есть у хвоста Аганим, это значит, что ТВР будет ломать попроще, то есть еще и на рампу заходить будет легче. Ну, Пуппе делает видом как раз, чтобы на рампу заходить. Ну, пока что у него худ, а хотя нет, у него... Нет, там уже... 300 голды до свитка осталось. Да, действительно, все верно. Почти пайпы, под пайпом на Тори просто заходить на рампу очень легко. Умрет Сокс или нет? Делайте ваши ставки. Думаю. Да. Да. Он не туда побежал. Поворот не туда, ну фиг знает этого Сокса. И тем временем Пак выгрызается в алхимика, понимает, что слишком он жестко прогрессировал, но еще и не крачами бьет. Нет, у алхимика слишком суровый урон. А у Пака-то не так много маны. Влетает. Клокверк станет. Плохо. Тут, конечно, паника прессует, но уйдет. Уйдет. Уходит. И здесь уже ЦМ-ка. Сола Сампшн. Ой-ой-ой, как мало КП остается. Ракета полетела. Успел отличиться этой баночкой на чуть-чуть. Да, 37 КП остается. Тем временем умирает. Боже мой, умирает весь. Что за фит? Ну зачем? Тот самый фит, о котором Серега и говорил. Ну потому что они типа... Ну стоп тут... Ну ты на ави. Что, господи? Типа они жмут карту, но рискуют чересчур, да. Понятно, что на самом деле, конечно, так не надо делать. Потому что это они сейчас ведут 15 тысяч. Ведешь ты, когда не 15, а 5 тысяч так делаешь. То ты, конечно, можешь и проиграть в итоге. Но тут они не проиграют. Потому что пока они все это делали, там Дэнди убивал вообще Найкса в соло, пофармил всю Кану, типа всю линию, фармит теперь весь лес. Сейчас Дэнди просто попозже придет и один... Ну сейчас опять на него нападет, не убьет его опять. Да, ну конечно, там такие-то, мы уже Кристалис летит, есть БКБ, Даггер. Ну так о чем мы речь? Пока там что-то суппорты устраивают какой-то трэш-экшн, тут... Ну он смотри, что Дэнди делает. Сейчас это дальше пройдет, он его убьет просто. Если Кура летит, она сейчас все спалит. Ну нет, убить-то он его вряд ли убьет все-таки без ЗД. А, Куру застопил, хорошо. Летят на мидл. Да, на миде тем временем у Фата проблемы. Он захиливается Мек и очень много урона входит в Фату, прячется. О-о-о, это чтобы хост его с ваншотом своим, да. Ну а тут больше ничего не сделать было, если бы он прятал кого-то другого, то его бы все равно убивало чем-нибудь. Ну да, все верно. А Фата, самый отфармленный герой у Сигмы, у него 6000, у Виспа 5, у ЦМки тоже почти 5. Ну, сейчас будет перетяжка вниз, забирание этой пушки, там сейчас может быть опять Пупея убьют сверху. Ну, просто будет стоять фармить в ногу. Ну, его, кстати, не так уж просто заковырять, нет, ну нападают. В смысле? Да не, он умрет, и что? Да убьют, убьют, только такое про, что это пофигу, но убьют его, и что? Всем насрать, как говорил Петергаев. Умирает Пупей. Ну, нижнюю пушку здесь забирают. Ну, это дефолты, господи, это из игр что-то не видел. Ты когда последний раз видел, чтобы нави там со счетом 30 на 3 заканчивали игры? Там всегда больше десятки против них, потому что всегда преимущество есть. Они, конечно, соберут тебе 6 пушек, не дадут там твой керри отфармиться, ну, суппорт или кто-то где-то по одному сдохнет обязательно. Ну да, или ты можешь убить 10 раз хвоста, например, но зато тебя суппорта убьют в таком случае. Мы так играли. Мы там хвоста по кулдауну забирали, вот я не помню, игру не так давно была. Но зато там суппорты такие к нам приходили, что типа хвост был ненужным. Ну, Дэнди бегает, это тоже он и просто ваншотец пацанов. Да, у него сейчас будет доедалось там вообще. Ну и так все хорошо. Мигель получает ногу урона, ульта, девауэр, хвост продолжает раздавать. Сейчас будет соло-сампшн. Да не, ну почему там вдвоем остались под базой противника. Боже мой, как же больно. И хвоста еще не могут убить, убивают хвоста, остается здесь Кура. Пак врывается, дает отличный сэлунс, нужно... Нету маны. Кстати, у Пака вообще маны нет, его могут тоже. Купей, купей, подходит, он здесь один, и вот так боятся просто. Смотри, 2 на 4 просто м какой-то, пацанов. Виз, идет уже с Разором, а не Разор байбайкался. Да, байбайкался, байбайкался и выкупился. 2 на 4 превратилась в другую историю. Ой, Фата выжил. Уже фонтан был. Фонтан дайв. Ну, пока мы так никуда-нибудь, боже мой, Разор бежал же. Мог в Разор кинуть, Разор, кстати, убили бы, наверное, там. Дэнти не отвлекается тем временем, он спокойно фармит там свою линию. У него скоро будет доедалось. Из свиток в куре я остался там 500 голды буквально. Что-то он на мид так сместился. Не знаю, зачем октавр забирать, наверное. Ну, как-то захотелось. То, что там без остановки кипиш снизу идет. Да, снизу, нон-стоп, умирает один, умирает второй, Разор с аганимом продолжает порабощать. Купил себе на всякий случай накидку вот эту, чтобы поменьше ему магического урона входило. БКБ фармить долго. Ну, да. А тут, ну, преимущество только растет у нави. Видишь, они там что-то фидят, не фидят, не фидят. Третьи некрачи пошли. Ну вот, они заходят сейчас, да просто заканчивают игру, короче. Что тут уже заходить-то? Да вообще, на самом деле, по-хорошему, ГГ это можно было писать уже очень давно. Но играли Sigma до конца, нужно играть до конца. Искали, может быть, нави посыпались, там слишком сильно задайвили. Ну, нет, нави в итоге чрезмерно-то не фидили. Не, до конца нужны игры до игры, это уж понятное дело. Там, ну, 5-0 ты отдашься, там, на пятой минуте, ну, нельзя уходить. Ты опытом какого-то набираешься, там, может, где-то кого-то загангнуть, может, еще что-то. Не, ну, всякие игры бывали. Бывало, что такие игры, конечно, ну, не такие, а там, 10 минут назад что было, можно еще перевернуть. Ну, в натуре, там, нави могут психануть и реально просто девануть, а чем пятером 5-0 отдаться, и все-то там сильно очень. Попытка убить Деваврера, прячет он одного героя, очень ему больно. И просто Дэнди с Кристаллисом еще, ну, ему летит уже, Дэйдалус, он не успеет. Да тут Дэнди забей, он именно вот это райдклик. Так, Дэйдалус. Бам, такие плюхи входят. Да, очень хорошо себя чувствует, виспразменен на алхимикой визажа, хвост убивает одного. Хвост там по 300 дамагат еще. Да, и у Лайфстилера очень мало урона, конечно. Но он прогрызает, да, забирают хвоста в итоге, но Лайфстилер умрет, Лайфстилер умирает, он прилетает Критуля, Факин Мэтт умирает. И умирает Фата. Да, третий Некрачи, минус Фата. Бай, бай. Бам, он как при смерти, типа, ульт всадил. Такая фаст гейм, Фата, конечно, 2-7 жестко. Нет, ну это хорошо, это значит, что задержек у нас все меньше и меньше, меньше и меньше. И сейчас Вичи Гейминг против Na'Vi. Не факт, могут в Финал Лазеров играть. Ну, сейчас нету никакой причины. Сейчас я посмотрю по расписанию. Да, ты прав. По расписанию Финал Лазеров. Сигмы сейчас будут играть с французами. Будет у нас аж 7 французов будет в игре. Но это специально сделано, чтобы все сидели, ждали там. Сигмы сейчас будут играть с французами. hours. Пока.